Новорожденный малыш кажется таким хрупким и трогательным, что родители готовы на все, лишь бы его не коснулись никакие беды. И нередко они слишком усердствуют в этом, особенно если принимают всерьез советы бабушек на скамейке и других представителей сарафанного радио. Заблуждение первое. Никаких рук, иначе ребенок привыкнет. Психологи убеждены, что тактильный контакт необычайно важен для новорожденных. Не стоит лишать малыша чувства защиты и спокойствия, иначе в будущем у него могут появиться проблемы с общением. Он станет замкнутым и будет сторониться окружающих. Если же вы с рождения будете брать ребенка на руки, когда он плачет, не может заснуть, чем-то расстроен, то Крохе будет необычайно хорошо в атмосфере любви и доверия. Современные педиатры даже рекомендуют родителям маленьких искусственников обязательно брать их на руки во время кормления именно с подобной целью. Заблуждение второе. Ребенок должен расти в стерильных условиях и никаких домашних животных. Не стоит надрываться и каждый день кипятить воду для купания без конца стерилизовать бутылочки и баночки. Как только малыш родился, его иммунная система постепенно начинает вырабатывать иммунитет к разным патогенным и условно-патогенным микроорганизмам. Так что Кроха совсем не беззащитен, а если ребенок контактирует с домашними животными, то, скорее всего, проблемы с аллергией и астмой обойдут его стороной. Или, по крайней мере, уменьшатся в несколько раз. Но, конечно, не стоит бросаться в крайности. Например, пока не заживет попочная ранка, малыша лучше купать в кипяченой воде. Ведь за счет кипячения она не только дезинфицируется, но и становится мягче. А кроватка новорожденного совсем не место для кошки и тем более собаки. Заблуждение третье. Пусть малыш кричит сколько хочет, голос звонче будет. Постарайтесь всегда успокаивать Кроху, особенно если попочная ранка еще не зажила. Когда малыш кричит, давление в попочной вине повышается, и ранка может кровоточить, а заживление будет происходить намного дольше. Заблуждение четвертое. Все травы безопасны, поэтому можно Кроху постоянно купать в травяных отварах и поить ими же. Все лекарственные травы содержат тот или иной химический элемент, который и воздействует на больной орган, а заодно на весь организм. Безобидных лекарств не бывает, так что и купать Кроху и лечить травами можно только по рекомендации педиатра. И не стоит забывать, что для малышей надо делать отвары, беря в 3-4 раза меньше сухой травы, чем на ту же порцию для взрослых. Причем даже травяная пыль может вызвать обострение или аллергическую реакцию. Поэтому все отвары и настои готовим без присутствия ребенка. Заблуждение пятое. Грудничкам не нужна вода, они получают ее из молока. И грудничка надо поить все время. Во-первых, все зависит от вида вскармливания. Если Кроха питается только смесью или находится на смешанном вскармливании, то ему надо давать воду. В норме до полугода это количество не превышает 200 мл в день. Во-вторых, организм Крохи так устроен, что в первые месяцы жизни вода создает чувство насыщения, и малыш отказывается брать грудь. Иными словами, вода замещает в его животике объем питательного молока, и малыш недополучает много полезных веществ для своего роста. Поэтому воду дают Крохи только после того, как он поел маминого молока. А вот искусственника поят в перерывах между кормлениями. В обоих случаях малышей поят, когда у них есть чувство беспокойства. Заблуждение шестое. Витаминов мало не бывает, а переизбыток все равно выводится наружу. Гипервитаминоз получить легко, а вот вылечить сложнее. Поэтому вся витаминотерапия и продукты, обогащенные витаминами, только по назначению врача. Мамино молоко или смесь и без дополнительного приема витаминов обеспечат новорожденного всем необходимым. Мне кажется, что большинство таких заблуждений появляется, поскольку многие считают детей чем-то вроде уменьшенной копии взрослого. Но это не так. Организм ребенка развивается по собственным законам, и далеко не все взрослые их знают. Поэтому идите к врачу на консультацию с заранее заготовленным списком вопросов и не стесняйтесь его спрашивать даже о том, что вам самим кажется банальным и всем известным. А если вы приобретаете книгу с описанием ухода за ребенком, то выбирайте ту, которую написал врач. В общем-то, уход за новорожденным несложен. Соблюдайте чистоту, кормите вовремя и правильно, гуляйте с ним, почаще разговаривайте, берите на руки. Регулярно посещайте поликлинику. И не стремитесь выполнить все, даже самые безобидные, на первый взгляд, советы многоопытных подруг и бабушек. Взлаждение седьмое. Малышу надо ежедневно делать массаж. Массаж только по назначению врача. Его делают курсами по 20 сеансов, не больше, а потом обязательно делают перерыв не менее трех недель, иначе ребенок будет перевозбуждаться.